Дорогие друзья, это потрясающее качество человека, когда он обязательно хочет вспомнить всех, кто так или иначе ему помог. Мы уже слышали сегодня даже о продавцах, с которыми наши герои встречаются в магазинах, но уж об авторах, конечно, обязательно, пожалуйста. У Володи почти 500 песен на стихи различных авторов. Во-первых, много очень ростовчан. Не почти все не наши друзья. Эдуард Холодный, наш друг, замечательный поэт. Леонид Григорян, Наташа Апушкина, Николай Михайлович Скребов, Леночка Нестерова, Борис Вальсон. А кроме этого, у нас такие поэты, как Шекспир, как Гёте, как Шиллер, как Кушкин. И в то же время наши любимые российские, советские наши поэты. Даже моя внучка спросила, Инночка, кого мы больше любим, Давида Самойлова или Кушнера? Я говорю, Давида Самойлова. Очень много у нас поэтов, и все, которые из них живы, мы с ними все со всеми знакомы и дружим. Дружим, да, Марина Бородицкая. Скажите, тетушка Фло, она сюда не подойдет? Ой, очень подойдет. Подойдет, давайте. Это вот моя жизнь. Я считаю, что вообще при меня песня. Слушаем, слушаем, слушаем тогда. Это на стихи Марины Бородицкой. Даже перевод ее, это стихи переводные. Когда у старушки, у тетушки Фло, Бывает порой на душе тяжело. Когда поясница болит у нее, Цветы засыхают, не сохнет белье. Когда на дворе моросит без конца. Когда расшатались ступеньки крыльца. И лопнул на полке с мукою пакет. И моль обглодала приличный жигет. И клумбу попортил соседский петух. И нету все лето спасения от мух. В духовке опять пригорает пирог. И письма от внуков приходят не в срок. Когда заплатить за квартиру пора. Когда на чулке появилась дыра. Когда просто так нападает хандра. На кухню уныло уходит она. И в мисочке мыло разбудит она. И дуется брат свой ослабленный дух. И первый пузырь невесомый, как пух. И радужный, будто цветное стекло. Растет на соломинке тетушке Фло. Летят и летят пузыри потолку. С собой уносят хандру и тоску. А я, ты, танцуй, ты, вьются вокруг. И тетушка вскочится, кружится вдруг. Та-да-да, и та-да-да, ира. Та-да-да, и та-да-да, ира. Ой! Та-да-да, и та-да, и та-да, ира. Та-да-да, и та-да, ира. И вспомнив, что дел еще не в проворот. Припрыжку помчится в полоте огород. Ну что сказать. Дети в вас, конечно, сохранились. Дело в том, что у нас психологи недавно были в гостях и как раз говорили в очередной раз, напоминали всем нам. Но мы забываем в этой суете жизни, что в каждом живет младенец и старик, и человек среднего возраста. Часто выступаем мы в детской аудитории. Тут у нас есть фотографии даже, где мы в детском саду. Это уже лет 15-20 назад, наверное, мы выступали. После выпуска одной из этих пластинок, которые тут лежат у нас с вами. Дети вообще замечательные, самые лучшие слушатели. Самые непосредственные, самые искренние. Вот у нас недавно был такой смешной случай. Мы пели песенку в компании нашей. Там был маленький мальчик, 3 годика ему было. Мы пели про бульдога и тактика. Вначале рассказали, кто такой бульдог, кто такой тактик, а потом спели. Вот ты хочешь, мы споем тебе это про бульдога и тактика. Конечно, конечно. Вот в одном из колобков, который выпускался с гибкими пластинками. Сейчас, наверное, не знают, что такой журнал выходил. И там огромный тираж был, конечно. И многие дети приобрели такие журналы. И даже один студент, который обучался у Ины, спросил как-то ее однажды. Инна Николаевна, а вы случайно не пели песню «44 веселых чижа»? Это я даже спросила, потому что это известнейшая. У меня как-то вырос на этой пластине. А вы с нее начинали вообще как-то, да, детскую тему вот с этой? Чуть-чуть можно напомнить чижую капельку? Жили в квартире 44, 44 веселых чижа. Чиж судомойка, чиж поломойка, чиж огородник, чиж водовоз. Вот вы знаете, почему попросила, Володя? Потому что уверена, что, дорогие наши друзья, зрители, вы, конечно, слышали эту песню в исполнении наших сегодняшних гостей. Это просто хит был. И спасибо вам вот за те мгновения. А сейчас про тактика. Про тактика. Ну, Володя будет бульдогом, а я тактика. Ну, конечно. Как и веселые чижи, тактик был написан на стихе Даниила Хармса. Над косточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит тактик маленький с морщинками на лбу. Послушайте, бульдог, бульдог, сказал незваный гость. Позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость. Врачи бульдог на тактика, не дам вам ничего. Бежит бульдог за тактиком, а тактик от него. Бегут они вокруг столба, как лев бульдог кричит. А цепь стучит вокруг столба, а цепь стучит вокруг столба. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А тактик, взявшую косточку, сказал бульдогу так, Пора мне на свидание, Уж восемь без пяти, Как поздно до свидания, Сидите на цепи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот мы спили эту песню к трехлетнему мальчику. Он послушал, мы его спросили, Вовочка, тебе понравилось? Он важно ему уговорит. А когда уходил, домой и прощался со всеми страстно и порывисто ко мне подбежал и сказал до свидания такси женские такие хитрости да мы идем в позитиве по жизни